Очень важно воспитание наших детей, их воспитание. Это вопрос для нас сегодня, знаете, как стоит? Вопрос нашей жизни и смерти. Валлахи, вопрос нашей жизни и смерти. О чем я говорю? Я говорю, если мы не спасем, если мы сегодня, наше поколение, наше потомство не спасем и не вакцинируем их иманом, что нужно сделать? Нужно сделать в первую очередь, воспитывать, прививать в наших детях веру во Всевышнего Аллаха. Вера, иман должен быть у наших детей. Иман должен быть каким? Чтобы этот иман их защищал от всякого порочного, от всякого заблуждения, от лживой акиды, у них должен быть крепкий, верный, подчеркиваю, осознанный иман. Если ваш ребенок, 14-13 лет, говорит, я верю в Аллаха, но не знает он, как он уверовал в Аллах, почему он уверовал в Аллах, почему его иман очень слабый. Упаси Аллах, его от какого-нибудь преуспевающего атеиста или же послушает он что-либо в Ютьюбе, его иман пошатнется. Поэтому иман каждого мусульманина, совершеннолетнего мусульманина, иман должен быть осознанным. Ты должен говорить, я верую в Аллаха, не потому что твой иман это говорит в мечети, потому что ты убежден в этом, потому что ты для себя это доказал и точно так же помог своему сыну, своей дочери это доказать. И такой иман выдержит любые потрясения, любое посыгательство, или атеиста, или кого бы то ни было. Так же, как вы заботитесь о том, чтобы ребенок был сытым, одетым, заботиться нужно в первую очередь о том, чтобы этот ребенок не остался без веры во Всевышнего Аллаха. Делайте, что хотите. Научитесь, если вы не умеете говорить, это стоит, это обязанность ваша, это вы должны это делать. Так же нужно стараться сохранить стыд нашего ребенка, застенчивость. Вы знаете, когда ребенок совершает что-либо, что может вызвать гнев родителей, или же что-либо нехорошее, начинает стесняться этот ребенок и от вас его скрывать, не разоблачать его. Это значит, в нем, это заложенное Всевышним Аллахом в каждом ребенке, в каждом человеке, а порой даже в животных, застенчивость, стыдливость. Это очень хорошее качество. Если вы в своих детях это находите, вы не бойтесь этого. Вы не считаете, как некоторые считают, что это будет препятствовать прогрессу и развитию вашего ребенка. сказал посланник Аллаха, стыдливость приносит только благо. Также он сказал, если ты потерял стыд, делай, что хочешь. Имеется в виду, если стыд потерял, бойтесь, чтобы ваши дети потеряли стыд. Особенно, если это дочери. Это стыд, это что? Это проблески разума, проблески, нур-у-ль-абль, нур-а-гла. Поэтому нужно беречь это чувство в ваших детях. Воспитывать детей этики поведения за столом, этики питания. В первую очередь научить детей мыть руки перед едой. Садиться, говорить, прежде чем протянет он руку, бисмилля, есть правой рукой. Некоторые смекалистые родители, знаете, что делали, когда не могли воспитывать, порой даже привязывали левую руку к стульчику, чтобы он, ну, временно, пока он не научится, правой рукой есть. Учите есть их правой рукой. Поэтому ибн Абий Саляма, он говорит, я был мальчонком на подоле у пророка, саламу саляма, здесь, который садился. И моя рука разносилась под носу, говорит он, я брал то отсюда, то оттуда, и посланник Аллаха, саламу саляма, сказал, говорит мне, он запомнил это на всю жизнь, и это осталось и для нас всех уроком. Посланник Аллаха ему сказал, я гулям, мальчик, саммилляха, говори, бисмиллях, и ешь правой рукой своей, и ешь из того, что находится перед тобой. Научите их, чтобы они не опережали других перед едой. Пусть в культуре поведения за столом, чтобы подождали, пока другие начнут есть. Учите их, чтобы они хорошо прожевывали эту пищу. Учите, чтобы они уменьшали сунна пророка саляма, кусали поменьше, то есть откусывали из еды, делали маленькие ломтики, кусочки. Это очень важно. Каждая сунна пророка саляма за трапезой это залог, это такие привычки, которые гарантируют здоровье вашим детям непрожеванная пища, большие кусочки во рту это гарантия многих желудочных и так далее пищеварительных проблем. Обучайте их к особому трепетному отношению к хлебу. Оказывается, есть хадис пророка саляма почитайте хлеб, сказал посланник Аллаха саляма. Сегодня мы видим старшее поколение помнит какое отношение было у взрослых и у старших к хлебу. Никто не позволял выбросить хлеб, выбросить его в мусор, есть его, покупать его сверхнадобности и так далее. Также необходимо учить детей к умеренности в еде. Кстати, сегодня говоря о еде вы знаете сегодня очень родители многие жалуются на то, что дети не питаются полноценным образом. Знаете почему? Потому что современная углеводная промышленность пичкает нас с раннего детства углеводами, то есть сахарами, всякими шоколадами, сладостями. А эти сладости, пока сладости вы будете давать в неограниченном количестве своим детям, они здоровую пищу есть не будут, будут есть его мало. Поэтому это тоже очень важно. И очень важно учить, подготавливать детей к умеренности в потреблении пищи. Потому что посланник Аллаха сказал вы придерживаетесь умеренности в потреблении пищи. Воистину блага непостоянные. Блага непостоянные. Если вы все время будете делать из своих детей обжор, а ведь поголодать возможно им придется. они же потеряют какую-либо выносливость тогда. это сумма пророка саламу. Также обучать детей опрятности одежды, чтобы им нравилась нормальная одежда. Если мальчик нормальная мужская одежда, если девочка нормальная девичья женская одежда, чтобы они остерегались всяких нескромных одежд и так далее, потому что с раннего детства лучше воспитывать и мальчика соответствующей культуре, и девочку соответственно ее потребностям. Следующее, что очень важно в воспитании наших детей, выражать поощрение. Поощрение. если вы замечаете у своего ребенка и особенно когда он пытается вам показать, что он сделал что-либо хорошее, поблагодарите его, не забывайте об этом. Сделайте ему какой-нибудь подарок, простимулируйте их. И поэтому очень важно, чтобы ребенок также был воспитан в верности в отношении своих друзей, чтобы он оказывал предпочтение своим друзьям. Учите его делать подарки, также учите его тому, чтобы он хранил то, что принадлежит ему. Потому что с детства чтобы ребенок знал это мое, я за него отвечаю, его нужно беречь, его нельзя ломать, бережнее отношение к одежде, к игрушкам своим и так далее. это тоже очень важно. Прививать в детях режим порядок сна. Сегодня большая проблема наших маленьких детишек, проблема их сна. Обратите внимание, наши дети ложатся после 12 часов, после полуночи или к полуночи, очень допоздна сидят наши дети перед этими экранами, телевизорами. Всевышний Аллах для чего сотворил ночь? «Ва джа'анна лейля либаса», говорит Аллах Та'аля, «Я сделал, говорит, покрывало ночь». Оказывается, ученые сегодня доказывают, человеческий организм выделяет определенные вещества, которые омолаживают, которые укрепляют его здоровье только тогда, когда мы получаем темноту или с 10, или с 11. Ночное время суток. Мы не спим, значит, и дети не спят наши. И тем самым они растут неполноценными, они могут, это очень сильно бьет по их здоровью, своевременно их укладывать спать, по утрам будить, приучать их к тому, что день это время активности, время труда, а не сна. Сегодня дети, как совы, ставят. Целыми днями напролет они спят, а по ночам они бегают. Это очень неправильно. Это вот вкратце то, о чем можно было бы сегодня сказать, о воспитании наших детей, потому что мы сегодня видим, что наши враги, наши недруги нацелены именно на подрастающее поколение, на наших детей. А мы своими заботами упускаем самое главное, самое важное, это воспитание наших детей. И в хадисе послания если дети это наше потомство, это наше продолжение, продолжение нашей жизни. Жизнь человека продолжается не его физическим существованием, а его делами. А в хадисе посланника Аллаха сказано, когда умирает мусульманин, прерываются, прекращаются его благие деяния, и посланник Аллаха перечисляет, за исключением тех, сказал посланник Аллаха, которые совершили садакат тунджария, милостыню, которая приносит вознаграждение ему и после его смерти будет мечеть дорога. И так же сказал посланник Аллаха, садакат, ау валя дин салихин, я дару ляу, ау я ставфир, или же праведный ребенок, сын или дочь, которые после смерти просят за вас. Поэтому если мы будем воспитывать их, мы найдем их благодарными себе, и найдем их как для запас нам самим же. Пусть Всевышний Аллах нам всем поможет. Ассаламу алейкум ва рахмат уллахи ва баракату. Субтитры